Я вас категорически приветствую. Мы находимся около Петра с Егором. И это может значить только одно. Илья позвонил мне вчера и сказал, я взял билеты. Мы летим в Ярославль для того, чтобы купить донора для нашего ламборгини. Донора для нашего донора. Эта поездка обещает быть веселой, как минимум, потому что мы вообще ничего не понимаем. Я просто нашел объявление, которое мне понравилось, позвонил мужику, сказал, снимай объявление, мы летим. Я нашел тех, кто украл наш череп. Вон, они его уже применили. А ведь у нас правда стырили череп, помните, который мы около гаража оставили, чтобы мы муравьев ели? Нету его теперь. Вот он, Пулково. Мы сейчас находимся в Москве и, пользуясь случаем, не могли не заскочить в тюнинг ателье Иллскилл для того, чтобы показать вам один очень интересный автомобиль. Сегодня у нас ревизор, мы осматриваем 123-й Мерседес. Ну что, друзья, вот, собственно, тот автомобиль, ради которого мы сюда и приехали. Это Дима. Здорово. Привет. Привет, парень. Привет, это Саша. Привет всем. Ребята взяли вот такой вот интересный автомобиль 123-й Мерседес для того, чтобы его сейчас протюнить и разыграть впоследствии для подписчиков канала Трансформатор. А Егор у нас, это давний фанат 123-й Мерсов. Мне кажется, Егор сейчас сможет рассказать про этот автомобиль вообще все. Все, машина очень старая, раритетная. Тут самая ценность в оригинале запчастей. Конечно, кузов красился, но красился вроде неплохо. Очень приятные элементы. Вот, допустим, вот эта резиночка, она обычно утрачивается, ее нету, здесь она есть. Ну что, заводим. Да, отлично заводится. Здесь есть офигенная ценность, этот тахометр. У кого тахометр на 123-м, это просто. Этот автомобиль, он работал все время в посольстве США. Видимо, встречали каких-то высокопоставленных чиновников, но и практически на ней не ездили. Все старые Мерседесы, я вообще даже можно сказать, все старые автомобили, у них остается душа. Вообще, офигенный вариант, конечно. Самое главное, что он не гнилой. Я могу сказать то, что если через две недели она реально будет готова, и уже начнутся движения для розыгрыша среди подписчиков, то это очень круто. Ну, в общем, все, друзья. Вы поняли всю необходимую информацию. Вам нужно перейти по ссылке в описании на канал Дима, который называется Трансформатор. Там, кстати, есть ролик, где они гоняют Ламборгини против истребителя. После этого вам нужно подписаться на этот канал и ожидать, когда же Дима, наконец, разыграет этот Мерседес. Все, тогда. Спасибо огромное. Спасибо большое. Огромная удача. Спасибо. Давайте, мужики, добивайте эту тачку. На самом деле, очень круто летать на самолетах, как минимум, потому что можно вылететь из серого Питера, немного час увидеть солнце и потом обратно приземлиться в серый уже Ярославль. В общем, мы летим в Ярославль, и нас ждет кое-что интересное. Такой машины вы еще не видели. Что такое, Егор? Нам сейчас рассказали, что машина стояла в гараже очень долго в затопленном. Пять лет. И, скорее всего, там приржавели кольца к блоку. В общем, это будет очень интересная сейчас задача, потому что мы планируем ее завести и на ней уехать в Питер сегодня. Ну что, мы подъезжаем. Очень бодро со стороны. Я уже настроился на такое. Мы тут уже документы все поизучали, почитали. Живее всех живых, по-моему. Так, вы видите это? Я вам сейчас покажу поближе. Вот он, наш красавец, ради которого мы приехали. О, стекла нет. Сразу. Блин, как на нем ехать? Выглядит дерзко. Смотри, джип. Красота. Блин. Вообще. Какой запах тины. Ну и, конечно же, самое интересное начинается вот здесь. Егор, у многих зрителей возник вопрос. Почему мы приехали покупать эту машину и какое она отношение имеет к Ламборгини? Что это за донор для Ламборгини? Она тоже синяя. Мы подумали, что надо синие машины совмещать. Ладно. Егор, конечно, отшучивается, но, тем не менее, есть один очень-очень-очень весомый аргумент, почему мы здесь. Этот автомобиль самоделка. Марка-модель самодельный. Вин номер отсутствует. И так далее и тому подобное. Ну, в общем, вы понимаете, к чему я клоню. На этой базе мы и будем строить Ламборгини. Машина абсолютно уникальная. Нету в мире ни одной копии такого автомобиля. Короче, наша задача как-нибудь ее попытаться реанимировать и на ней уехать. Как ты вообще? Ты веришь в это? После того, как ты ее увидел вживую. Нужно ремонтировать. Смотри, какая операция. Сейчас мы расхаживаем педали. Я надеюсь, у меня никакой грибок не заведется в теле после этого. Блин, да вообще. Вот это крыша. Все в грибах. Сейчас мы будем проверять. В общем-то, у нас система герметичная. Что тормоза, что сцепление. Сейчас мы будем пробовать это раскачивать. Что-то там. Мотор закрутил. Смотри, да, да, да. Есть первые обороты. Дело начинает близиться к аккумулятору. Соответственно, блин. Как же так-то? Вообще огонь. Мари, нам не хватает стекла и зеркала. Вот ехать будет очень тяжело без стекла и зеркала, на самом деле. Нет, оно разбито. Видишь, осколки вот. Вот эти вот все грибы на потолке создают такой нормальный аромат. Мне кажется, если нас на ней остановит гаишник, то... Ну, помимо того, что он будет удивляться, а, документам этой машины, б, внешнему виду этой машины, ц, он удивится тому, какой запах здесь стоит. Да, все, конечно, очень сильно засохло и заржавело. Вот даже тяга газа, она просто клинила на оси. Тяга газа у нас теперь шевелится. Все, ты ее, как бы это так помягче сказать, раздвигал? Раздвигал. О, старый способ, ты мне его уже демонстрировал. Щуп макается в масло, и это является смазкой для всего. Заслонки в карбюраторе просто прержавели к карбюратору. И мы их проливаем вайт-спиритом. Надеюсь, они сейчас отойдут. Очень круто то, что на эту машину есть детали абсолютно везде. Просто в любом количестве. Новые, бэушные, подешевле, подороже, реплика, оригинал. Мы сейчас выйдем и в любой деревне сможем починиться, если что-то у нас сломается. Дядька из соседнего гаража принес нам новый карбюратор. Где-то он его там нашел у себя. Да, но это Solix, а нам надо, грубо говоря, какой-нибудь классический карбюратор, а не от переднеприводный. Не знаю, они хотят это самое. Ребята такие интересные, хотят уехать на ней. Тут реально все удивляются тому, что мы собираемся уехать на этой машине. Какие с каким, каким чиркать? Ну, в кино красный-черный соединяет. А батарею накинул? Да. Чуть пропало, было так что. А тишина? Ну что, Егор, ты вообще веришь в реальность реанимации? Ну, есть надежда, да. То есть, сколько мы еще будем пробовать, и потом мы все-таки поймем, что нет? Ну, будем пробовать, пока не стемнеет. Вот, будем пробовать, пока не стемнеет. Тут темнеет в 12. О, у нас генератор не крутится еще. Представляете, ремень прокручивается, но генератор стоит колом. Все засохло. А, там заржавел. Что-то все пропало. У нас даже генератор не крутится. Это заржавел. Заржавел. Это слишком. Что у нас работает? Давай лучше перечислим, что... У нас открывается капот и дверь открывается. Правда, нет стекла, нет зеркал. Не работает генератор, не работает карбюратор. То есть, нам их надо по-любому менять. Что-то вообще ничего не работает. У нас даже аккумулятор пытается провалиться на дно, на асфальт выпасть. Слушайте, ну, в принципе, генератор, ведь можно же купить вообще-то так-то. Это тоже невеликие деньги. 3,5 генератора, 3,5 самый дешевый карбюратор. Выезжаешь 7, правильно? И потом, что у тебя дальше повылезают? Тормоза, сцепление, ты говоришь, работает. Плюс ты сейчас это все купишь, будешь полночи еще делать. Будешь ночевать здесь. Или в машине вот прямо. Ночевать здесь, это самое плохое. Или в гостиницу. И, короче, на те же 35 у тебя и выйдет. Самый выгодный вариант, это на эвакуатор и домой. Тем более, у вас еще инструмента нет, с чем это делать. Нам еще сейчас, я чувствую, какой-то вопрос, страховка техосмотра. Да, это... Кстати, тоже может в пути вылезти, да. А ты знаешь, какие менты-то хорошие, блядь? Нет, это как раз в менте, есть лоу-полицмен. Ну, милиционер, да. Но будет дорого, в общем. Да, я тебе говорю, дешевле просто на эвакуатор ее загрузить, документы в зубы и вперед за орденами. Как вы поняли, тут как бы вариантов нет. Так что мы вызываем эвакуатор, грузимся и едем в Питер. А там уже мы ее реанимируем. Обещаешь? Я буду следить. Вот так вот оно как-то все и получается. Искренне пытались, очень надеялись, что сможем машину реанимировать. Три часа вокруг нее все проплясали, но по итогу это не удача, но в целом это все равно успех. Потому что мы приехали за этой тачкой, мы забираем эту тачку. И все именно так, как я представлял себе в своих ожиданиях. И не успел я сказать о том, что мы вызвали эвакуатор, как пошел какой-то град, выглянуло солнце. Выглядит это все на самом деле невероятно. Бабочка, смотри. Засохшая, правда. Помимо града, какие проблемы? Смотрите, вот такой пол. Вот это пол, да? Да. У нас нет сцепления, нет тормозов. Только что крутится руль. По двигателю крутится только старца. Даже генератор заржавел настолько, его никак не раскачать, не раскрутить. Дальше у нас нет окна, оно просто выбито. Нет зеркала, да вообще зеркала, поворотники, об этом даже не говорим. Здесь все очень плохо. То есть даже если мы начнем заводить, ну все клеммы, все настолько гнившее, соответственно в системе охлаждения нету жидкости. И навряд ли она герметичная, когда мы ее зальем. Если даже Егор сдается, то это значит ситуация просто критичная, потому что... Нет, тут я даже несколько сдаюсь, сколько не приступаю. Диагностика показала, что это нереально. Все, мы ждем эвакуатор тогда и грузимся, едем в Питер. Автомобиль погружен, все, огромное спасибо, все, счастливо, все, будем за вами следить. Ну вообще все, забрали мы свою малышечку и теперь выдвигаемся в Питер. Ну, короче, все как я люблю, на эвакуаторе. Тереди моя машина Ильи, вот она. Блин, слышишь, давно пора купить на самом деле, вот серьезно. Надо покупать эвакуатор следующей тачкой. И тогда мы сможем... Ты же из него не вылезешь, не надо! Время шестой час утра, мы наконец-то добрались до Питера, это была очень долгая дорога. Это был не китайский эвакуатор, это китайская пытка была. У нас нету ног просто. Мы реально вылезли и чуть не упали, потому что там ты сидишь только в одном положении. Мы вылезали и чуть не падали каждый раз, на каждой заправке. В общем, все, мы добрались до Питера, автомобиль доставлен. Теперь нужно будет его реанимировать, разобраться со всеми вопросами. Короче говоря, мы купили реально крутую тачку с реально крутыми документами. Когда мы сейчас ехали по Кольцевой, уже люди вот так вот обгоняли и просто не понимали, что это. Выглядит максимально странно. На этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра. С вами были Егор и Илья. До скорой встречи. Удовольствие от поездки, удовольствие от просмотра. Удовольствие от поездки, удовольствие от поездки, удовольствия от поездки.